всем привет сегодня у нас на обзоре наушники у green high tune max 5 неплохое решение для тех кто ценит качественный звук комфорт и функциональность эта модель способна поразить вас своими возможностями и при этом ее стоимость составляет всего четыре с половиной тысячи рублей готовы поехали наушники поставляются в элегантной серой коробке с надписью товар лицом и его характеристиками не забываем про high res это достойно внимания внутри каждого наушника чашка аккуратно упакованного матовый пакетик прям так с душой сделали ребята вместе с устройством в коробке находится кабель usb-c и usb-a совсем пора перейти на тайп си полностью я думаю и обычные бумажки которые никто не читает удивительно отсутствует чехол для хранения наушников и что же лично мне все равно я никогда не использую эти чехлы не вижу в этом никакого смысла и переплачивать за них тоже не вижу смысла упаковка и коробка выглядит стильный презентабельно это устройство можно дарить не испытывая никакого стеснения по дизайну high tune max 5 это стильные привлекательные наушники которые не выглядят на свои 45 баксов к корпус из матового пластика с глянцевой вставкой возле оголовья амбушюры оголовья выполнены из кожзама наушники доступны в двух цветах белым и черным дизайн наушников оцениваю на 8 из 10 мне напоминает соньки mx3 mx4 очень и очень похоже понравился дизайн белом цвете он выгодно отличает наушники от однотипных черных моделей других производителей но у нас на тесте черный на голове наушники выглядит громоздко и могут вызывать некоторое внимание окружающих комфорт конструкции на высоком уровне амбушюры из кожзама очень удобно и а мягкая голове также выполнена и q из кожзама из этого стоит отметить потливость при долгом прослушивании музыки ну или чего-то другого короче долго их не поносишь часа два максимум наушники легкие и надежно держатся на голове даже при барабишках не буду не будут спадать ну и бегать в них конечно тоже удовольствие то еще вес наушников составляет всего 246 грамм что меньше чем у большинства полноразмерно беспроводных наушников конструкции складная чаша удобно поворачивается на 90 градусов вообще по комфорту используя наушники оцениваю на 6 из 10 я провел в них более двух часов без перерыва вспотел и начал замечать усталость головы в этом плане мне ребята из soundcore вот в частности soundcore one которыми моделька на постоянном использовании для меня более удобная конечно но она стоит больше 100 баксов в то время как у green всего четыре с половиной три с половиной тысячи рублей качество материалов и долговечность наушников на хорошем уровне при повороте чаши и увеличение голове нет никаких скрипов или люфтов единственный недостаток качества материалов чаш это кожзам все таки и со временем он начнет осыпаться также есть небольшая складка кожзам и на верхней части голове которая тоже со временем начнет осыпаться что вообще не умеет наушники обладают обширными возможностями для прослушивания я с удовольствием тестировал их в различных режимах и с различными устройствами во первых они могут работать как бы по bluetooth так и по проводу три с половиной миллиметра в режиме bluetooth наушники питаются от аккумулятора который кажется не знает усталости в то время как соединение через провод создает аналогичный эффект основываясь на пассивном питании от смартфона или компьютера bluetooth наушники хитюн макс поддерживают три кодека из биси и а c и лдак последний обеспечивает high рез звучания как раз который так гордливо заявлен на упаковке говоря об автономности хочу подчеркнуть что нужно быть настоящим меломаном и одновременно терпеливым занудой чтобы прожить от полного заряда до полной разрядки этих наушников касаясь функциональности в хайтюн в особе чашки наушников активны на правой чашке расположены основные элементы управления 4 кнопки разъем 3.5 миллиметра светодиод и микрофон на левой чашке находится порт usb-c и второй светодиод на кнопках вы можете регулировать громкость одним нажатием вверх или вниз а для переключения треков удерживать ту же кнопку между ними находится кнопка power а также кнопка play пауза включение выключение требует удержания кнопки в течение пяти шести секунд так что случайно выключить их вряд ли удастся четвертая кнопка отвечает за активное шумоподавление или прозрачность не не совсем понятно зачем это в таких наушниках в принципе тут и прозрачность за глаза потому что я не нахожусь в них и не слышу а и голоса из семьи и лай собаки короче нормально и даже без шумоподавления на улице конечно или в метро эта штука понадобится что у нас по звуку микрофону производители утверждают что в угрин хитюн макс 5 используется 40 миллиметровый аудиодрайвер однако размер не всегда имеет значение и важнее всего качество звука наушники поддерживать bluetooth 5.0 для игр не самое подходящее решение будут задержки где-то 120 миллисекунд могут подключены через кодеки оси sbs и илда как я уже говорил ранее в ценовом диапазоне от 5 до 10 тысяч рублей редко можно найти полноразмерные наушники с поддержкой high-res кодека но важно понимать что наличие поддержки хорест не гарантирует реальное воспроизведение звука такого качества на мой слух нижний диапазон не способен выдавать очень глубокие басы даже при активации эквалайзера на смартфоне они уступают в этом плане наушникам space one ascent core причем сильно уступает а второй недостаток не самая высокая громкость мне кажется что встроенный усилитель не обладает достаточной мощностью тем не менее громкости наушников хватает для проигрывания музыки дома на улице в автобусе в метро средние высокие частоты в наушниках max 5 относительно одинаковая они не выделяют на фоне других наушников но ничего плохого о них сказать не могу средние а чеха наушников получается ровный без явных преобладаний частот звук можно немного настроить эквалайзером чтобы улучшить частоту звука но все равно звук тут средний такой простой я бы сказал проводное подключение наушников позволяет слушать музыку с чуть более высокой громкостью на 15-20 процентов качество звука при этом остается на уровне подключения по bluetooth короче наушники у green high-tune max 5 играет ровно настолько сколько они стоят как гарнитура на среднем уровне можно услышать все достаточно четко если вы не трогайте наушники руками и не разговаривайте шумным месте однако в ином случае включается агрессивная система шоподова шумоподавление которое подавляет окружающие звуки и ухудшает качество звучания впечатление и время автономной работы наушники способны проработать до 90 часов без активного шума шумоподавления анти и примерно 40 50 часов при его использовании зарядка наушников занимает всего полтора часа советую использовать стандартный зарядную устройство поскольку производитель не рекомендует быструю зарядку приобретая наушники у green high-tune max 5 за приблизительно три с половиной четыре с половиной тысячи рублей но вы наверняка оцените работу активного шумоподавления автономность и отсутствие задержек в звучании как я говорил ранее качество звука среднее соответствует в принципе их цене они звучат достойно но не привносят ничего уникального ваш опыт я бы рекомендовал хотим макс 5 первую очередь для использования в путешествиях в общественном транспорте на улице где в первую очередь важно шумоподавление но не столь критичное звучание короче наушники за свою цену отрабатывают кому интересно ссылка в описании переходите смотрите покупайте